Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельян. Мы столкнулись с проблемой наших учеников, которые учатся вязать. Проблема в том, что они не умеют делать фото своей готовой работой. Точнее, фото они делают. Но это фотографии, которые отнюдь не вызывают желания приобрести это связанное изделие. Точнее, даже нет желания затратить время на рассматривание этой фотографии. Вспомним, что еще 20 лет назад мы делали хорошие фотографии только по каким-то праздникам. Фотоаппарат был не в каждой семье, и умение делать фото были редкостью сродни владению автомобилем. О красоте снимка тогда вообще никто не задумывался. Радовала уже сама возможность создания этой фотографии. Фото делали для того, чтобы оставить память о важных событиях в своей жизни. Фотографии из ателье на фоне голых стел с вытарочными глазами и застывшими позами сейчас вызывают недоумение. Сейчас приоритеты фотографий совсем другие. Мы ищем возможность показать себя, заявить о своих достоинствах, и для этого используем все возможные варианты. Именно смартфоны дают нам возможность доносить наши новости до окружения моментально. Главное заповедь смартфонографии – неважно, насколько крут фотоаппарат, важно, у кого он в руках. Нужно понимать, что ни один фотоаппарат не гарантирует отличного качества и интересных снимков. На самую шикарную и дорогущую зеркалку можно сделать четкие, но очень скучные фотографии. Такие, которые будут лежать на диске, и никто их годами не откроет и не посмотрит. Но в то же время можно сделать интересные фотографии на смартфон. Тем более, что эта техника у нас всегда под рукой, всегда с собой. Ее не надо долго расчехлять, и не забудешь снять крышку объектива. И к тому же в большинстве своем смартфоны значительно дешевле зеркалок, и это тоже очень радует. Но самое главное, конечно, не в этом. Главное преимущество смартфонов в их мобильности. Мы можем моментально поделиться снимками, используя соцсети. И если раньше это были просто снимки, то теперь на смартфоне можно превратить фото в поздравительные открытки, видео или в слайд-шоу. В отличие от фотоаппарата, где вы сначала делаете снимок, после вынимаете флеш-карту, вставляете в ноутбук, редактируете снимки в фоторедакторе, сохраняете, а потом загружаете на свою страничку в соцсети. Смартфон исключает эти этапы, и съемка доставляет удовольствие, доступное уже широким массам, а не владельцам эксклюзивных фотоаппаратов. Способность мгновенно редактировать и загружать снимки однозначно поменяет наше отношение к фотографиям. Но чтобы делать хорошие снимки, узнайте больше о возможностях вашего телефона. Затратьте время для того, чтобы изучить инструкцию, и фотографии станут неотличимы от выполненных на профессиональную фототехнику. В следующем видео вы получите краткую инструкцию, куда нажимать, чтобы получить качественные фото. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok